Революция в стоматологии произошла в конце 50-х годов прошлого века. В 1957-м американские исследователи Гарольд Ходж, один из наиболее влиятельных и высокопоставленных медиков, и доктор Джеральд Кокс из Института Мэллон, вдруг опубликовали исследование о том, что отходы производства алюминия, фторит натрия, чрезвычайно полезен для здоровья зубов. После этой публикации фтор начали добавлять в питьевую воду и во все зубные пасты. И не только в США и Европе, но даже и в СССР. С тех пор фтор входит в состав зубной пасты любого производителя. Купить чистящее средство для зубов без содержания фтора практически невозможно. В последнее время, конечно, практически все зубные пасты стараются делать со фтором. Мы здесь, как стоматологи, рассматриваем только укрепление эмали препаратами. Действительно, фторит натрия прекрасно справляется с бактериями, которые накапливаются в полость рта. Стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее двух раз в день. И все мы следуем этим советам. Только вот кариес, с которым якобы прекрасно борется фтор, до сих пор никуда не исчез. Люди продолжают страдать от болезни зубов. Но почему? Хотите знать правду? Фтор вообще вещество очень серьезное. Там очень тонкая грань. 4 мг в сутки – это норма, а 5 мг – это уже токсичное. В зубной пасте, например, фтора столько, что если это единовременно впрыснуть в кровь младенца, это будет смертельная дозировка. Больше того, натрий фтор в Америке признан крысиным ядом и употребляется именно с этой целью. Использование фтора как профилактика кареса – это миф. Это придумка тех компаний, которые, собственно, и спонсировали вот эти исследования. Медики подтверждают – постоянное потребление фтора со временем вызывает тяжелые и необратимые процессы. В нашем мозге, в самом его центре, есть удивительный и пока мало изученный отдел – эпифис – шишковидная железа. Известно, что она отвечает за восприятие жизни и умственное развитие человека. Фторит натрия затормаживает работу шишковидной железы. Эпифис перестает вырабатывать гормоны мелатонин и серотонин. Сначала ухудшаются способности человека к запоминанию языков, логическому мышлению, постепенно утрачивается память. Как результат – развитие умственной отсталости и общая деградация. Известно то, что в процессах познания принимают участие совершенно различные структуры головного мозга. Что эпифизы играют определенную роль в познавательной или когнитивной деятельности. Но если вредное влияние фтора на организм человека очевидно, и всем известно, почему никто ничего с этим не делает? Препараты фтора делают из отходов ядерных производств. И многие ученые считают, что вообще это соединение крайне вредное. Интересно, что еще во время Второй мировой войны в концлагерях фашистские биохимики проводили эксперименты со фтором. Заключенных поили водой с повышенным содержанием этого вещества. В архивах сохранились сведения о том, что подопытные действительно утрачивали агрессию и становились послушным стадом биологических существ. Без эмоций, чувств и памяти, демонстрирующих полное безразличие к жизни. Возможно, это прозвучит дико. Но не этого ли добиваются сейчас от всех нас? Лично я абсолютно убежден, что, конечно, не на уровне государств, но уж точно на уровне каких-то транснациональных корпораций существует просто полномерная политика по дебилизации населения.